Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я задену тему, которую не поднимал с лета этого года, а именно тему Джуди Шелтон. Наверняка вы такую помните. Сегодняшний новостной фон расставил многие детали по своим местам. Статья в CNBC говорит о том, что Джуди Шелтон, кандидат от Дональда Трампа на место управляющего ФРС США, похоже, всё-таки получит эту должность. В четверг лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл сказал, что он продвигает спорную кандидатуру Джуди Шелтон в ФРС США. В настоящее время республиканцы занимают 53 места из 100 в Сенате, и хотя три республиканца выступают против кандидатуры Джуди, ожидается, что она всё-таки будет утверждена. Как я уже говорил в одном из своих видео, Джуди Шелтон прошла через первичный комитет для того, чтобы добраться до текущей ситуации. Это было в июле этого года, и произошло в тот же день, когда валютный контролёр Брайан Брукс дал разрешение банкам хранить криптовалюту. Это крайне важно, так как Джуди Шелтон очень важная персона, которая имеет прокриптовалютные взгляды и выступает за возвращение золотого стандарта в криптовалютной форме. Она может сыграть важную роль в принятии криптовалют, таких как, например, Ripple XRP, и придать всему криптовалютному пространству мейнстримный характер. Новый золотой стандарт потенциально уже на повестке дня, именно поэтому принятие XRP ускоряется прямо на глазах. Также очень интересной является реакция демократов на кандидатуру Джуди Шелтон. Сейчас всё вокруг просто пропитано политикой. Демократическая часть Сената ненавидит Шелтон по двум причинам. Первая – она личный выбор Дональда Трампа. И вторая – со слов Рона Уайдена, представителя штата Орегон, её идеи невероятно странные и устаревшие. Предоставление ей власти над долларом похоже на то, как если бы поставить средневекового парикмахера во главе Центра по контролю над заболеваниями. Взгляды Шелтон слишком экстремальные, поэтому республиканский Сенат очень сильно оттягивал подтверждение её назначения. Эти политики называют её неквалифицированной и старомодной, приписывают ей саботаж восстановления экономики, но несмотря на это, Джуди Шелтон всё ещё находится на переднем плане. В июле она прошла через банковский комитет Сената с 13 голосами за неё и 12 против. На данный момент её ожидает ещё одно голосование, и её назначение при этом кажется уже решённым вопросом. Я считаю, отношение паразитов из правящей элиты Сената к её фигуре является показательным. Они чувствуют, что она несёт разрушение их системе, которая для них выгодна. Предоставление ей власти над долларом, по словам этих паразитов, несёт угрозу. Но мне кажется, если угроза и существует, то только для этих паразитов. Вы знаете, что вы очень известны за свою структуру на структуру на структуру. Что повернула на структуру на структуру на структуру на УС экономику? Что вы можете сказать, что вы думаете о том, что это не так же как повернула, но более как вновь к будущему. Я считаю, чтоgotой структуру на структуру для той же силы. Ведь если денег стоял быть уります, и делярую вещь, и дополнительный стоимость, не должно быть судебной к тому, что в дирекоризации Федерованной, и я считаю, что денег нужно стать структуру на структуру, Продолжение следует... I mean, it could be used in a very cryptocurrency way. The point is, do you have a unified money system so that when you talk about the international marketplace, everyone is playing on a level monetary playing field? Ms. Shelton, could you talk to us a little bit about what you on the Federal Reserve Board and what the Federal Reserve as a whole could do to help protect the dollar's reserve currency and especially address the need to have digitization as a potential property of the dollar? Ms. Shelton, thank you, Senator Cotton. I think that's an extremely important discussion and I agree with your assessment. I think we're compelled to think about that. The dollar is the most important instrument of soft power that we have around the world and yes, it is the dominant reserve currency, but we can't rest on our laurels in that regard because as you suggested, rival nations are working very diligently to have an alternative to the dollar. And while they can't beat us as a currency, they can add features because there is a demand for digital access to banking services, to payments. And I think it's very important that we get ahead of the curve to ensure that the dollar offers, continues to offer the best currency in the world, the most respected, the most utilized, and we need fintech innovation to keep us going in the right direction and to be a leader instead of passively observing what other countries might. And that's why Judi Shelton needs us in the right direction. That's why Judi Shelton needs us in the right direction. The dollar has an ebenfalls in the right direction. The dollar has a very strong reaction between the party... The dollar has been in the right direction, and the dollar has a different stance for the dollar. The dollar has a性vé voice on the right direction. The dollar, the dollar has experienced a lot of breaking into the world, which is the big balance to be peered at the right direction. The dollar has been one of the states that alleysne! Все эти политики препятствуют инновациям, но это всё равно, что заклеивать скотчем трещины в старой разрушающейся дамбе. Прорыв воды всё равно неизбежен. Тем временем, Гарлин Хаус от имени Риппл сделал громкое заявление, на которое должен обратить внимание весь мир. Ведь по факту это даже не заявление, по факту это ультиматум. Причём выставлен этот ультиматум самим Соединённым Штатом Америки. Давайте посмотрим это заявление. У меня возник вопрос, есть ли у вас какой-то план что ли, какие-то решения, что принесут большие изменения в криптосфере? Знаете, мы не создавали никакого плана, всё потому что нам нужна законодательная ясность, иначе нам придётся уйти туда, где эта регулятивная ясность уже существует. Я думаю, что есть ещё около 6 месяцев для того, чтобы решить этот вопрос. В данный момент мы находимся в той юрисдикции, в которой находиться не очень хочется. На самом деле, не очень хорошая страна для нашего существования. Дамы и господа, Риппл установил сроки для регуляторов США 6 месяцев. Им придётся работать очень быстро, чтобы не упустить величайшую финтех-компанию на планете. По статистике, Риппл — четвёртая крупнейшая финтех-компания, но это даже без должной реакции цены XRP на все достижения Риппла. Всё, что им нужно сделать, это лишь дёрнуть рубильники, они смогут стать финтех-компанией номер один. Это крайне важно, и это лишь предварительные сроки. Брэд Гарлинхаус просто дал ответ на вопрос, но назвал чёткую цифру — 6 месяцев, от которой нам нужно отталкиваться. Брэд Гарлинхаус разочарован недостатком регуляторной ясности в США и говорит о том, что они могут двигаться в любом направлении — Великобритания, Япония, Объединённые Арабские Эмираты, Швейцария и так далее. Короче говоря, в юрисдикции с более дружественной регуляторной средой. XRP — это мировая технология, которая может активизироваться в том месте, где в ней нуждаются. Лучше бы США поняли, что точно нуждаются в Риппле, иначе они могут очень сильно отстать в гонке блокчейновых инноваций, никогда уже не догонят своих конкурентов. Об этой необходимости я снял штук 10 роликов не меньше. Жаль, что их не посмотрят сенаторы Соединённых Штатов. Эта новость уже прогремела. Риппл дал Соединённым Штатам 6 месяцев. У меня есть ощущение, что впереди нас ожидает серьёзный скачок цены. Риппл уже вырос на 36% за 13 дней на пике. Если США сможет собраться за эти полгода, то холдеры Ripple XRP получат прекрасный профит в своих риппловских портфелях. Но это лишь моё предчувствие. Сегодня в мире происходит так много геополитических событий. Один кризис здесь, другой кризис там, ещё один кризис показывается неподалёку, коронавирус, неопределённость в результатах выборов, что дальше? Фейерверк 2020 года продолжается. У нас нет никакого плана для того, что произойдёт в финале. Но как инвестор в Биткоин, Ripple XRP и Эфириум, я чувствую себя просто на вершине. Я точно знаю, что бы ни произошло в конце игры, я уже готов к этому. Готов ко всему, потому что давно застрахован. Знаю то, чего многие даже не замечают. И делюсь этим с вами на своём канале абсолютно бесплатно. Поэтому, если вы ещё не подписаны, чего ждёте? А меня зовут Богатейший Ди, ставьте лайки, если вы так же, как и я, верите в Биткоин и Ripple XRP. А также подписывайтесь на канал, Телеграм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно. Богатейте. До скорого. Богатейте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok